Так, друзья, сейчас я вам назову некоторые цифры, вы их просто немножечко так вот подержите у себя в голове, потом я вам объясню, что означают все эти цифры, все эти числа. 700 тысяч, 220 тысяч, 480 миллионов, 480 тысяч и 19 процентов. Ну а теперь давайте по порядку, что это за числа и откуда они взялись. В Германии на сегодняшний день зарегистрировано официально 700 тысяч украинских беженцев, искавших здесь убежище от войны на своей территории. И по последним данным Министерства статистики, Министерства труда, Бундестаг, государство решило с 1 ноября всех работоспособных украинских беженцев пригласить на работу. В чем это заключается? Значит, вот теперь давайте к этим цифрам. Из 700 тысяч зарегистрированных украинских беженцев на территории Германии, 220 тысяч из них не могут работать по понятным причинам. Или это дети, или это старики, или больные люди. Оставшиеся 480 тысяч вполне работоспособные, физически здоровые граждане, которые могут, как написано было в сообщении после пресс-конференции, которые могут доказать, вернее оправдать доверие немецкого государства, выплачиваемое им уже в течение больше года. Так вот, в программу, в программу, скажем так, реинтеграции вот этих вот украинских беженцев в жизни в Германии входит бесплатный языковой курс, рассчитанный на несколько месяцев, это полгода, плюс принятие всех предложений о работе, в поиске работы от конторы по труду. Арбайзам называется. Ну, вы уже знаете. Поэтому я вот буду называть вещи своими именами. Значит, если люди, которые получили языковое образование, более-менее уже умеют общаться на немецком языке и так далее, если эти люди отказываются от предложения, полученного от Арбайзамта для того, чтобы устроиться на работу, им будут срезать социальное пособие. Не совсем, но в половину. Теперь идем к деньгам, к сумме в 480 миллионов евро. Это огромнейшие деньги, выплачиваемые ежемесячно вот этим вот гражданам Украины, которые живут здесь, как написано в статье, чувствуют себя вольготно и пользуются доверием немецкого государства. И пора бы уже эти деньги как-то оправдывать, как-то отдавать их постепенно обратно. Так это было написано в статье. Я ничего и от себя не придумываю. И министр труда, господин Хайль, мотивирует это тем, что немецкое население, к сожалению, в последний год особенно, стало благодаря немецкому правительству на ступеньку ниже по сравнению с украинскими беженцами. То есть украинские беженцы стали превозноситься, так пишется в статье, стали превозноситься в ранг более высоких людей, более высшего качества населения. Поэтому они хотят, чтобы эти люди, получая в течение уже вот второго года такие вот деньги, пособия, бюргергельд, посмотрите сами в интернете, сколько на одного человека выплачут бюргергельд, это почти 500 с лишним евро, чтобы эти люди начали работать, если они хотят здесь остаться дальше. Даже если они не хотят оставаться дальше, их, увы, будут просто-напросто отсеивать, просто-напросто от них будут избавляться. Дальше в статье пишется о том, что из всех 700 тысяч человек, приехавших сюда, в Германию, с территории Украины, работают только 19%. Это люди, которые устроились полгода, год назад на работу и не хотят зависеть от государства, хотят действительно показать, что они работоспособны, что они благодарны государству немецкому за такое вот оказанное им доверие. По цифрам мы вроде бы с вами разобрались. 220 тысяч людей – это дети, старики и больные, которые работать не могут или пока еще не должны. 480 тысяч человек – это люди, которые работать могут, но по многим причинам не хотят. 700 тысяч – это общее количество зарегистрированных людей. 19% – это люди, которые действительно нашли работу и работают. И 480 миллионов евро – это деньги, выплачиваемые ежемесячно вот этим вот беженцам в качестве пособия. К этим деньгам дополнительно еще нужно считать полную оплату государством коммунальных услуг. То есть люди живут в квартирах бесплатно. Откуда берутся эти деньги? Деньги берутся за счет налогоплательщиков. Теперь же, несколько таких маленьких неприятных нюансов. В прошлом году, в конце 2022 года, когда немецкое правительство начало постепенно прижимать рамочки для украинских, очень богатых беженцев, приехавших в Германию на Мазерате, на Мерседесах, на Порше, на Феррари, они им начали говорить открыто, вот когда вы продадите свои машины, потратите деньги от продажи ваших машин, тогда мы вас поставим на социальное пособие. В противном случае, увы, мы вам ничем помочь не можем. Люди грозили, что они обратятся к адвокатам, люди грозили международными судами, но в конечном итоге те люди, которые приехали сюда на таких дорогих машинах, поехали дальше искать счастье. Другие же люди, которые остались здесь, многие из них действительно не хотят работать. Они говорят, что называют немцев, так открыто говорят, называют немцев фашистами, людьми второго сорта. Несмотря на то, что люди второго сорта и вот эти вот фашисты из своих налогов оплачивают им коммунальные услуги и помогают бороться против российской стороны тем, что очень много пожертвований идет в различные военные вот эти вот фонды, гуманитарные фонды и так далее. Тут получается, что люди плюют в колодец, из которого пьют воду. Плюнули, взяли ведро, попили. Плюнули, взяли ведро, попили. Вот так вот получается, если смотреть на это все со стороны. Теперь же идем дальше. По тем лицам, которые будут отказываться и не будут хотеть принимать предложения от Арбайзанта по трудоустройству, этим людям будут урезать социальное пособие. Вот этот бюргергельт или он социальное пособие, как угодно их так и называйте, будут урезать в половину. Если же эти люди и далее не захотят устраиваться на работу или принимать те предложения по трудоустройству, которую им дает Арбайзант, этих людей будут снимать со всем способия. То есть, раз они не хотят работать, значит, они не имеют права получать деньги. Получится то же самое, что произошло в прошлом году в Польше. Когда украинские беженцы приехали в Польшу на своих машинах, кто пешком, кто автобусом, кто как угодно, кто на попутных, польское государство предоставило им всем социальное пособие, социальные услуги сроком на полгода. Через полгода все это просто-напросто, эта программа прекратилась. И всем этим гражданам сказали, или вы начинаете работать, или вы ищете убежище где-то дальше. К сожалению, казна Польши не резиновая. И очень много людей с Украины бросили все, что там было у них в Польше, получено за счет государства. Уехали многие из них в Канаду, кто-то уехал в Америку. Кто-то перебрался дальше, сюда в Германию, например, в Швейцарию, во Францию, в Бельгию. Или в Италию. Кстати, в Италии с самого начала, когда там появились украинские беженцы, гражданам Украины сказали, что, к сожалению, мы вам можем дать только единовременное пособие, дальше вы обязаны начинать работать. Вот вам языковые курсы, после языковых курсов трехмесячных, четырехмесячных, мы вам предоставляем место работы. Нет, не хотите, пожалуйста, вас здесь никто не держит. Вот так вот было в Италии. И я сам лично в этом году, в прошлом году и в этом году я убеждался в Италии в том, что все беженцы, приехавшие из Украины в Италию, работают. До сих пор работают. Уже работают. И никто там не сидит на пособии на социальном, ни на каком. Тем более, бюргергельд в Италии такого нет. Вот. Это такие вот короткие новости по теме украинских беженцев. Потому что я знаю, что эта тема очень многим интересна. Многие интересуются тем, как они здесь живут. Что они тут получают, на какие пособия они тут живут, чем они дышат и так далее. Поэтому, исходя из последних сообщений, исходя из последних новостей, я решил сделать вот такой вот короткий выпуск. Если, конечно, у кого-то есть, допустим, какие-то противные данные от того, что я сказал, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео. Будем их проверять. А я, увы, как говорится, слов из песни не выкинешь. Сказал вам именно то, что обсуждалось вчера на пресс-конференции министра труда Германии господина Хайля с председателем партии, женщина, как ее, Налес, по-моему, председатель СПД, по-моему, не помню, какой-то там, какой-то там левой партии. И их сотрудников, сотрудников Министерства по труду и представителей Бундестага. Вот и все, что я хотел сегодня вам сказать. Всем удачи, не болейте, пока.